Всем здрасте! В этом уроке мы с вами займем с изучением селекторов и фильтров форм. Начнем с вами с селекторов, хотя применяются они, как вы видите, по синтаксису фильтров. Из-за того, что все элементы форм являются элементами input. Тут все элементарно и просто. Начнем мы с вами с селектора текст, который вернет все текстовые элементы. Селектор паспорт вернет текстовые элементы паспорт. Это те, в которых ваши символы заменяются на звездочки, кружочки, радио и чекбоксы. Соответственно, вернут вам радиокнопки и чекбоксы. Сабмит, резет и баттн вернут вам кнопки разных классов. То бишь, сабмит, сабмит, резет, резет, а баттн вернет и те и другие. Ну и селекторы, имидж и файл вернут вам input элементы форм, ответственные за работу с файлами и картинки на форме. Теперь взглянем на фильтры. Их не так много, всего четыре. Первые два фильтра это enabled и disabled. Они, соответственно, возвращают активные и неактивные элементы формы. Следующий фильтр, фильтр checked, который вернет вам чекбоксы, в которых стоит галка, а также выбранные на данный момент радиокнопки. И последний из фильтров, фильтр selected. Данный фильтр вернет вам выбранный на данный момент option элемент. Или несколько этих самых option элементов, если у вас несколько select списков в форме или один, но он у вас обладает опцией мультивыбора. Вот, теперь взглянем на код и если вам что-то осталось непонятно, прочувствуем там это на примерах. Открываем документик filters from start. Здесь мы видим заготовленную мной форму. Вот, сейчас я вам покажу, как она будет выглядеть. Здесь у нас есть обычное текстовое поле, текстовое поле типа паспорт, текстерия, три чекбокса, две радиокнопки и три кнопки разных типов. А также лист select, список выпадающий и два скрытых элемента. Вот, вернемся в кодовое отображение данного документа и уже что-нибудь сейчас попробуем сделать. Давайте опять же начинаем, как обычно, с элементарщины. Применим самый такой обширный селектор, да, селектор input. И обведем все эти элементы в уже знакомую нам опять же жирную такую черную рамку. Для этого снова атрибут бода. Будем устанавливать значениями 3 пикселя, solid и цвет поставим черный. Вот, сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что у нас получилось. Обновляем страницу. Выделились все наши элементы вообще, которые есть на странице. Однако, вы можете заметить, что не выделились радиокнопки и чекбоксы. Хотя должны были. Возможно, это из-за того, что браузер перекрывает вот эти CSS стили своими встроенными. Поэтому сейчас мы поступим чуть иначе. Вернемся в Dreamweaver, эту строчечку закомментим, скопируем ее и сделаем так. Отберем, в общем, опять же, все элементы input и выведем на экран их количество. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что вышло. Получилось 14, да? Кликаем ОК. Давайте с вами считать. Раз, два, три, шесть, восемь, одиннадцать, двенадцать и два скрытых элемента. 13 и 14. Вот, теперь я как бы убедил вас в том, что чекбоксы и радиокнопки тоже являются input элементами. Идем дальше. Теперь давайте отберем не input элементы, а, например, только текстовые. Для этого селектор input меняем на текст. Сохраняем документ, идем в браузер, проверяем. Вот, отобрал сток текстовый элемент, да? Вот, теперь можно что сделать? Поработать с какими-нибудь кнопочками или чекбоксами, да? Давайте эту строчку закомментим, копируем ее. А, даже давайте не эту копировать. А, вот эту вот, будем работать с количеством элементов. В общем, отбираем все чекбоксы. А, нет, или давайте просто, да? Сначала отберем все элементы, которые в данный момент чекнуты, да? Грубо говоря, чекнутые чекбоксы с галочкой и радиокнопки, которые выбраны. Сохраняем документ. Это уже не селектор, а фильтр. Идем в браузер, проверять, что вышло у нас. Вот, у нас что-то одно выбрано. Это вот этот вот наш с вами списочек. Если мы поставим здесь еще радиокнопку и при этом обновим, видите, уже два. Если еще что-нибудь поставим в чекбоксах, обновляем страничку, получаем четыре. Вот, а теперь давайте скомбинируем. Применим сразу и селектор, и фильтр. Для этого давайте примем чекбокс. Это наш с вами селектор. И вот он. И к нему же применяется еще бонусный фильтр. Сохраняем документ. Идем в браузер, смотреть, что получилось. У нас всего три чекбоксы, два из них с галочкой. Вот, соответственно, мы видим цифру 2. Теперь давайте-ка применим еще каких-нибудь фильтров. Для этого что сделаем? Давайте-ка какую-нибудь из наших радиокнопок и обычных кнопок сделаем неактивной. Да, установим атрибут disabled для этих элементов. Вот давайте вторую радиокнопку. И одну из обычных кнопок. Сохраняем документ. И здесь уже эту нашу строчку опять же комментируем, копируем ее. Вот, и просто выведем на экран количество наших с вами неактивных элементов. Вот, сохраняем документ, идем в браузер, обновляем страницу. Опять же, два. То бишь, вот наша одна радиокнопка активная, одна неактивная и одна обычная кнопка тоже неактивная. Вот, применяется все это дело для работы с формами. Как правило, очень полезно, да, для валидации каких-то полей форм или еще чего-то. Я попрошу вас обратить на вот эту вот работу с элементами формы достаточно большое внимание. Почему? Потому что это, грубо говоря, наш инструмент диалога с пользователем, да. Все, что он нам отвечает, это вот, собственно, через эти самые элементы. Так что это очень и очень важно. И попрошу вас обратить на это еще раз должное внимание. Вот, на этом мы с вами заканчиваем данный урок. Увидимся в следующем. Всего доброго. Продолжение следует...